Я всегда был приверженец свободы и считаю, что все мои сотрудники должны быть свободны. Я не редактирую ни музыкальных редакторов, ни редакторов моды, ни других редакторов. Я просто набираю команду, которая является моим единомышленником. Мы договариваемся на берегу, и дальше я не помню, что я кому-нибудь подошел и сказал, а ты должен сделать вот это. У меня сложилось впечатление, что когда я был у тебя музыкальным редактором, и периодически я слежу то, что происходит в тайм-ауте Москва сейчас, то есть ты так не очень внимательно следишь, потому что там проходят какие-то, я вижу по информации, такие вещи, которые, например, ты бы не позволил, чтобы они проходили в свое время в журнале Птюч. Как-то это, знаешь, все очень обтекаемо. Самое важное в том, что мы должны сохранять верность форматам. Журнал Птюч – это был ежемесячный лайфстайл журнал, который рассказывал о том, что происходит в мире. И тем самым границ, особенно когда у тебя нет интернета, а мы тогда еще люди не знали, что такое интернет, границ особых не было. Журнал Тайм-аут – это же недельный журнал о том, что проходит в Москве. Не надо ли мне вам объяснять, что Москва – это, в общем-то, одна из столиц третьего мира, что большой разницы между Москвой, Берутом я не вижу. И поэтому, к сожалению, может быть, самые адекватные новинки музыкальные, которые я вижу, они до этого города не доходят. Что для тебя музыка, что ты, например, слушал в детстве и что ты, например, слушаешь сейчас? Понятно, что во времена рейф-революции у тебя были приоритеты, которые были тогда актуальны, а вот до рейф-революции и после – какие у тебя приоритеты музыки? Если раньше я больше фокусировался на музыке XX века, даже классической, то есть это был бы там Пендерецкий или Стив Райх или, я не знаю, Штакхаузен, то я на сегодняшний день все больше и больше ухожу к музыке романтиков. Это, скажем так, Шуман, это Шуберт, это Шопен с одной стороны. И, скажем, музыки классиков. Это, прежде всего, к Бетховену, особенно к позднему Бетховену. Вот, это к Гайдену, который все больше занимает место в моей фонотечке. Я очень много слушаю джаза, но я и с детства начал слушать джазу. Моему папу была отличная фонотека, было очень много советских и польских пластинок и немецких дочек граммофона, они издавали неплохой джаз, что касается бибопа. И можно было очень много слушать Оскара Питерсона и Уэбстера, и кучу всякого такого джаза старого, совсем старого, куча Дико и Лингтона было на немецких пластинках. И, конечно, я на этой музыке вырос. Потом были пластинки, там, я помню, Харби Хэннека, пластинка Ритонто Форево, Чика Корея, которая меня очень... Это была очень музыка для меня важна. Позже я познакомился со своим другом и будущим создателем птючек клуба «Осад Меркосим». Он очень серьезно дал мне прививку музыку так называемого арт-рока. Я стал очень много слушать группы типа «Кинг Римсон», там, «Ес», и «Новой Волны», типа «Токен Хэтс», там, «Шпандау Болит», «Ультравокс». Очень разных команд. Я слушал тогда. Потом, конечно, меня накрылось головой. Я прослушал пластинку «Орб», как она называется. Он «Би Йонг», это самая диск. Ну, первая их пластинка, их огромный сингл 45-минутный. Мне дала моя ученица. После этого я слушал электронику, наверное, до этого был только Брайан Инн из такой электронной музыки. А так я слушал электронику и боюсь, что даже я пропустил какие-то гитарные группы того времени, потому что я был только сориентирован очень снобски на электронную музыку. Знал, ездил сам в какие-то лейблы, про пластинки для диджеев в 93-м, 94-м, 95-м году. И вообще существовал только в рамках этой музыки. Особенно я очень любил американскую музыку. Я очень любил то, что делал Детройт тогда. Мне лично очень нравился Джефф Миллс. Я был большой поклонником действительно такого черного жесткого американского саунда. И, с другой стороны, мне нравилась белая английская интеллектуальная музыка. Потом мне нравилась скандинавская музыка, хаос. Ну, в общем, много чего я не опишу. Это как книги, об этом можно говорить часами. А скажи, вот когда ты был в молодости и слушал джазовую музыку, тебе нужно было там соблазнить девушку. Какую музыку ты ей ставишь? Не знаю. Мне очень нравится соблазнять под того же самого Брайана Инна. До сих пор, мне кажется, что его последняя пластинка у меня, кажется, прекрасна для соблазнения. В ней нет музыки, в ней есть постукивание и создание звуков внешнее. Как будто пыль падает сверху. Поэтому ее как будто нет. Она есть, как будто нет. Она прекрасна для соблазнения. Скажи, пожалуйста, как думаешь, с чем связано вот такое прям засилие ретро-музыки в России? То есть, причем даже 20-летние, они слушают музыку. Я скажу, я был недавно. Дело в том, что мы открываем тайм-аут-бар. Хочу про лишний раз рекламировать. Хочу сказать, что люди ходят в бары для того, чтобы, а, пообщаться, выпить очень вкусные напитки и послушать музыку. Вот это три составляющие атмосферы. Так вот, что касается напитков, мы постепенно начинаем этим заниматься. А что касается музыки, я решил обойти несколько новых баров. И когда я зашел, ведь мне просто стало плохо. Я увидел, как за барной стойкой, где уважаемые люди играют музыку, которая именно на больших стадионах звучит в названии «Мелодия 80-х». Мне не хватает места, куда я мог прийти и сесть в удобное кресло, налить хороший стаканчик виски и долго слушать интересную музыку. Вот такое место я хочу, чтобы в Москве было. Ну, то есть, грубо говоря, тебя достало, и ты решил, наконец, опять взять все в свои руки и сделать что-то, что хотя бы изменит ситуацию. Ну, другого нету просто. Ты должен сам все делать в этой стране. Ты не можешь довериться. Если ты хочешь делать ресторан вкусный, должен сам его делать, как показать ребята из бара «Деликатесен» или из бара «Голубки», да, или из рагу. То есть, ну, нельзя платить такие бешеные деньги за кусок мяса в этой стране. Они решили сами сделать, показать, что да, мы можем делать вкусную еду, да, при том еще из продуктов, которые рядом можно найти, да еще за небольшие деньги. Оказывается, возможно. Нечего говорить, что это невозможно. Сделать нормальный бар с хорошей музыкой – это тоже возможно. Сделать нормальный бар с хорошей музыкой.